Когда я знакомлюсь с предпринимателями, мне всегда интересно, как они начинали свой бизнес, какие были первоначальные вложения, когда они начали получать свою прибыль. И сегодня я хочу рассказать вам о бизнесе Исмаила Абилова, который уже 10 лет занимается осветительными приборами и имеет свои магазины в Нур-Султане, Алматы и Караганде. Исмаил, добрый день! Здравствуйте, Зарина! Исмаил, прошлый раз, когда я познакомила своих зрителей с вашим магазином, было очень много вопросов касательно вас. Кстати, многие отметили, что вы очень брутальны. Потом были вопросы, как он начинал свой бизнес. То есть многие хотят тоже заниматься бизнесом, но многие боятся. Мне понравилось, что вы не просто привезли из Китая осветительные приборы и начали их продавать. То есть у вас все приборы, все люстры, споты известных европейских брендов. Интересно, как вы заключали свои первые контракты? Бизнес начался с Алматы, с Армады, с маленького бутика в 40 квадратов. Были накопления небольшие. А что продавали? Цвет. А где вы его брали? Где брали? Австрийская компания «Эгла». Мы до сих пор являемся эксклюзивным партнером компании «Эгла». И это был монобрендовый бутик. Вот мне интересно, вот вы говорите, вы подписали контракт. Вот как вы поехали в Австрию, нашли эту компанию, пришли к нему в гости, сказали, здравствуйте, я из Маил, хочу с вами работать. Было все намного сложнее. В свое время был эксклюзивный дистрибьютор в Казахстане, который не потянулся эти объемы. Мы были клиентами. На тот момент я работал в другой компании. И вот благодаря вот этим связям, как говорится, ничего не бывает просто так. Вот был какой-то опыт работы. И мы уже перешли с клиентов в дилеры. Вы начинали, получается, вот в этой сфере работать в каком году? Я учился за границей. И в 2005 году я вернулся обратно в Казахстан. Вроде бы уже поздно, вроде бы уже было 25, уже карьера должна была быть. Хотя за границей я уже работал. И тут все началось сначала. Сперва снабженческая компания, потом я перешел в формат международной сети. И я начинал там с менеджера. Вот первый вопрос кадровика был на собеседовании. Если, говорит, вы на предыдущей позиции были начальником снабжения, говорит, почему вы к нам идете в менеджеры? К мысленным менеджерам, да. Я задал вопрос, говорю, у вас есть начальник? На что получил отрицательный ответ. И тогда я ей сказал, говорю, что раз у вас нет начальника, значит я буду. И получилось, что буквально там спустя два месяца я получил первое назначение. Я, уходя с компании, был в управляющем сети. То есть у меня было 300 человек в подчинении, 3 магазина. Круто. За два года? Да. После этого я пошел в Эгло. Эгло – это Австрия. Вот Эгло – это Людвиг Обвизор, аббревиатура. Их было два партнера. Вот вы говорите, с чего начинался бизнес. Бизнес начинается с идеи. И веру в эту идею. Вот их было два партнера. Первые две буквы инициалы, и последние две буквы. Вот ЛО – Людвиг Обвизор. Он до сих пор является владельцем. А не до сих пор два партнера? Нет. Или разделились как все? Первый партнер. Он на начальном этапе, когда они только запустили этот бизнес, видимо потерял веру. Как-то произошло, и он отделился. Но аббревиатура, его имя осталось? Аббревиатура осталось, имя осталось. И тогда компания начала развиваться. И на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что Эгла знают практически все. Покажите нам, что такое Эгла. Эгла. Вот данная продукция производится на венгерском заводе. Вот дрифтер. Что такое дрифтер? Очень модель светильника. То есть это все вот эти люстры, светильники – это все Эгла? Вот это Эгла. Вот данная продукция австрийского бренда Эгла. Как стильно, да? У Эгла работают постоянно дизайнеры. И я так понимаю, что это международный бренд, который продается по всему миру? По всему миру. У них 4 завода. Каждый год проходит собрание. На каждом собрании проходит награждение представительств за управление, за лучшую работу. У нашего представительства 3 награды. Круто. За 10 лет. За 10 лет. У Эгла работа происходит так. Разрабатывается прототип в Австрии. Идет презентация внутри компании. После того, как это все утверждается, после того, как рассчитывается себестоимость, презентация идет на ежегодном собрании уже нам, представителям. После этого идет презентация на франкфуртской выставке весной. То есть вы видите продукт до выставки? Да, обязательно. Мы видим продукт, мы даем свои комментарии по цвету, по функциональности, нужны ли какие-то изменения. Слушайте, это очень круто. Такая крупная международная компания, она, получается, всех своих представителей собирает, потому что вы как раз-таки непосредственно работаете с клиентами и знаете, чего они хотят. Помимо того, что мы работаем с клиентами, тут же еще идет стандартизация. Допустим, вот я узнал от своих коллег со Штатов, что им нужен рассеиватель обязательно. То есть если идет плафон, значит у них должен быть рассеиватель. Вот, к примеру, я узнал, что в Таиланде четырехрожковые люстры вообще не завозят. Почему? Плохая примета. Вот четыре плохая приметы. А у нас есть такие приметы? У нас, по-моему, нет. У нас нет. Почему? У нас есть, вот я понял, что мы же занимаемся еще декором. Да. У нас не покупают слоников, у которых хоботы опущены. Ну, это, кстати, да. Это, кстати, тоже в Таиланде научили. Ну. В Таиланде все говорят, что хобот кверху, это означает к деньгам. Да. Когда заходишь к вам в магазин, кажется, что здесь только свет. Здесь только осветительные приборы, люстры. Но заходишь дальше, на второй этаж понимаешь, что вы еще занимаетесь мебелью. Да. Откуда привозите мебель? Гарда декор. Вот в этом году, похоже, уже так, что год юбилейный. Буквально в мае месяце мы были на дне рождения 15-летия компании. Гарда? Да. 15 лет компании. Это итальянский бренд? Нет, это российский бренд. Мягкую мебель производят в России. Все, весь остальной декор. Они работают с около 60 компаниями, с производителями. То есть они не перекупщики. Они заказывают, размещают заказы напрямую на заводы. Под своим брендом, да? Под своим брендом, да? В Астане. Компания был эксклюзивом. По какой-нибудь еще завышенной цене. И встал ты в этот закоулок, да? То есть очень важно, мне кажется, когда ты открываешь бизнес, это локация. Важна локация, важна презентация. В 13-м году мне звонит администратор торгового центра и говорит, у нас есть 450 квадратов. Откройте что-нибудь. Заберете? Я был в офисе в Алма-Ате. Я говорю, мне надо 2-3 часа, чтобы добраться до Астаны. Я вышел с офиса, сел на самолет и прилетел в Астану. У меня был вопрос, чем забить 450 квадратов? Это не 40, это 450. Ну, был такой. Либо рискнуть и пойти в Абанк. Либо запустить конкурентов и закрыться самому. Потому что если зайдет конкурент на 450, и мы со своими 40, просто погаснем. А мы пошли в Абанк. Открыли 450. Нам стало мало. Мы расширили до 600. И тут мне приходит предложение на еще 300. То есть вы весь первый этаж забрали? 10 тысяч квадратов первый этаж. Ну, я им спросил, я говорю, вы хотите весь первый этаж мне отдать? И нужно принять решение до утра. И утром я должен сказать ответ. А сколько это было в деньгах? Сколько вы попросили? Месячная аренда за 300 квадратов? Ну, чтобы люди понимали. За 300 квадратов? Около 3 миллионов. 3 миллиона. Вы же должны были чем-то забить магазин. Суть не в аренде, суть в наполняемости. Да. Понимаете? Вот 300 квадратов завести, это нужна колоссальная инвестиция. Мало того, еще нужно придумать, что продавать. Потому что весь вопрос был в том, что мы не можем заполнить светом 900. Можно, но нелогично. Начал думать. Часа в 2-3 ночи пришлось разбудить дизайнера. Потому что пришла идея в голову. И я задал вопрос. Вот вы делаете проекты все в 3D Maxi. А где вы потом это все берете? Зеркала, консоли. И она мне говорит, вот в этом вся проблема и заключается. Нарисовать легко, а найти сложно. И тут появилась идея открыть центр декора. А уникальность центра декора в том, что мы объединяем практически все сегменты. То есть мы взяли Прованс, мы взяли Лофт, мы взяли Модерн и объединили все это в одном магазине. Гарду я нашел в 3 часа ночи. Вот в поиске в интернете я просто сидел и искал бренд. Вот в 3 часа ночи я нашел бренд. Потому что время было до утра. Да, утром нужно было дать ответ, так как им нужно было либо мне отдать, либо отдать кому-то. Вот тот кто-то уже ждал. С гардой. Гарду я нашел было около 3 ночи. До 4 или до 5 я просмотрел весь ассортимент. Мне в принципе все понравилось. Я утром прихожу, у меня есть финансист. Это мой главный бухгалтер. Вот главный бухгалтер это как вторая жена. Вот мы с ней 9 лет уже. Это самый надежный человек. Я прихожу и когда я захожу в офис и говорю, Надя, у меня есть идея. У Нади начинается сразу волнение. Потому что за каждой идеей идет огромное финансирование. Я ее вызываю, мы садимся, я ей рассказываю про проект, рассказываю про идею. И мы начинаем смотреть. Мы сталкиваемся с тем, что мы заходим на сайт гарды, смотрим. И тут видим представительство в Казахстане. Не представительство, а дилер в Казахстане. Улица Валиханово, дом 24, торговый центр Тулпар. Второй этаж. То есть у вас же в Тулпаре? У нас же в Тулпаре на втором этаже оказывается кто-то продает гарду. У меня есть один принцип. Я никогда никому не перехожу дорогу. Каждый заработает свой кусок хлеба. Поэтому у кого-то забрав что-то, доход не получишь. Я созваниваюсь сперва с администрацией торгового центра. Я говорю, у меня есть идея, я заберу эту площадь. Но сходи, пожалуйста, на второй этаж. Вот у тебя есть арендаторы, переговори с ними. Будут они дальше работать или не будут? Потому что когда я отправил ребят, мне сказали, ассортимента практически нет. Она пошла, переговорила, перезванивает. Мне и говорит, что на этом у них работа закончена, товар не ходовой, бренд не тот, который им нужен. И поэтому они распродают остатки. Я созвонился с Гардой. На что мне Гарда сказала, что вы знаете, вот у нас есть дилер. Я говорю, я понимаю, но он уже с вами не работает. В феврале я полетел в Гарду навстречу Москву. Мне тогда сказали, что идут очень много запросов с Казахстана. Я объяснил, что запросов было и будет много, но объем, тот, который дам я вам, никто не даст. Ну, была самоуверенность. Нужно было убедить. Да, но 300 квадратов вы уже на тот момент взяли. Да. Поэтому у вас уже назад дороги едут. Уже не было. Я уже полетел, я взял площадь, но у меня еще не было поставщиков, у меня были только идеи. Я лечу в Москву, начинаю разговаривать. И тогда на встрече с Гарда я им рассказал про будущие два года. Про количество магазинов, которые мы откроем, города, в которые мы зайдем. Два-три года. Я им сказал, это гарантированно. Они поверили, потому что мы даже летом разговаривали. Это был февраль. Мне звонит Наталья, представитель компании, летом. И задает такой вопрос. Говорит, ИСМЭ, у нас даже с вами нет договора намерения. Вообще будете открываться, не будете? Я говорю, Наталья, у нас делается проект. Мы делали дизайн-проект. Мы делали ремонт. Мы запустили большие деньги в ремонт. Даже администрация торгового центра была в шоке. Мне как-то задали вопрос. Говорит, вы вообще понимаете, что вы в аренде сидите? А вот, кстати, этот магазин, он до сих пор работает в Тулпаре? Да, он до сих пор работает. То есть эти вложения, которые вы вложили в Тулпар, они сколько лет уже получаются? В 2016 году мы запустили центр декора. То есть три года уже получается? Да. Знаете, похоже на Италию, честно говоря. Консоли, часть консоли производится в Китае. Причем компания не скрывает. Вот единственная компания, которая никогда не скрывала, где производится мебель. Они уверены в том, что качество соответствует. Мы когда с ними разговаривали, я первый раз при встрече был немного шокирован, когда они мне сказали, что от заказа до поставки 6 месяцев. Я говорю, ну как так? Я занимаюсь импортом, я знаю, что такое импорт и сколько он идет. Они говорят, у нас импорт немного по-другому. Мы размещаем заказы на заводы. Когда все заказы готовы, наш контроль качества вылетает на место. Идет отбор, идет отбор, все, что не соответствует качеству, отправляется обратно. То есть вы довольны? У меня за три года работы не было ни одного клиента, который бы пришел, сказал, вот я вот кресло купил, или вот я консоль купил, она вот у меня развалилась, или она у меня сломалась. И я недоволен качеством. Но вообще бывают недовольные клиенты? Недовольные клиенты бывают всегда. Я помню первого клиента, который пришел по Эгла. Приходит женщина, мы тогда еще 2011-2012 год. Приходит женщина с настольной лампой и говорит, вот у меня выгорел абажур. Ну, то есть, что-то, какая-то ошибка в стандартах, в качестве продукции. Ее ошибка была в том, что она даже лампочку забыла выкрутить. Мы выкручиваем лампочку, на лампочке написано 100 ватт. Ну, чтобы было ярко, светло. А на цоколе лампочки, на цоколе написано максимум 60 ватт. То есть, есть наклейка. Соответственно, вкрутив ватность больше, выгорел абажур. У всех предпринимателей бывают там, ну, такие фейлы, да, с клиентами. Вот кто-то берет клиента в оборот и из недовольного делает довольного. Мы всегда стараемся сделать довольным. А кто-то игнорирует? Нет, мы всегда стараемся сделать довольным. У нас даже порой приходят клиенты, вот, там, 3 месяца назад покупали у нас там ремонт, шел, мы хотим сделать возврат. Или мы хотим сделать обмен. Ну, с одной стороны, как человек, ты понимаешь, что закупили, положили, закончился ремонт. Что-то лишнее. Поменялось видение, поменялась там идея. Ну, как сказать, вот, нет, мы принципиально вам не поменяем. Не поменяв клиенту, а смысл тогда заниматься рекламой, вот, смысл заниматься привлечением, если клиент, который уже пришел, если клиента, который уже пришел, мы не можем удержать. Да, совершенно правильно. Есть стандартизация, вот, моя личная стандартизация. Клиент должен быть доволен. Мне все говорят, вот, ты летаешь, ты везде бываешь. Я бываю, у меня в год порой бывает 60-70 перелетов за год. Карточка бриллиант на мат у вас есть. Нет, чтобы бриллиант на мат была, нужно 132 перелета. Голд точно есть. Голд есть, да. Так, где еще берете идеи для бизнеса, для развития бизнеса? Для развития путешествия. Что такое путешествие, да, порой кажется, вот, там, в Гонконг летает каждый год, или в Париж летает каждый год. Но что такое Париж, да, Мейзон, это примерно 15, мы замеряли, это 15-16 километров в день пешком на протяжении, там, 4-5 дней. То есть ты, когда утром выходишь, 16 километров пробежав, и ты же не просто пройдешь, ты должен все, что тебя заинтересует, остановиться, поговориться, рассказать о себе. Вы, наверное, самый счастливый человек, когда после выставки уходите, да? Выставка. Вот если взять разницу, да, между началом работы и сейчас, у нас было такое, что на начало работы мы приезжали на выставку, мы говорили, вот у нас есть магазин один, и нам нужно, ну, так, знаете, такое отношение было? Ну, один, да, вот-вот. Мейл оставьте, мы вам прайс отправим. А когда ты сейчас приезжаешь, и ты рассказываешь о том, что у тебя 6 салонов в трех городах, и самый маленький 200 квадратов, сразу начинается так, сейчас, секунду, вот у нас есть руководитель отдела продаж, вот он вам поможет, вам проконсультирует. Эксклюзивно, да, вот, ароматы. Пойдемте к ароматам. Ну, ароматы, в прошлый раз вы сказали, что это больше, наверное, не бизнес, а больше вот ваше хобби, ваша страсть. Вы знаете, вот в ароматах, да, есть свой успех. То есть, Янки Тернел, вы представляете, эксклюзивно? Да. Но и вас никто не может. Нет, как было с Янки? Янки был давно на рынке Астаны. Янки очень известны, потому что я этот бренд покупала давно еще. И везде. Сколько оборот компаний? Я не знаю. Предположите. У Эгла 500 миллионов евро. 500 миллионов евро, да. Четыре завода. А здесь? Здесь один завод. А, второй, в Чехии они открыли еще один завод. Два завода. Да, два завода. Ну, я думаю, где-то тоже может быть 500. Или меньше, или больше. Больше. Больше? Миллиард? Больше. Два миллиарда? Полтора миллиарда. Полтора миллиарда долларов. Больших свечей только в Великобритании продают больше 4 миллионов штук в год. Они экономят просто на электричестве. Я поняла, британцы экономят на электричестве, поэтому жгут свечи. Что такое дистрибьюция? Во-первых, это вложение. Вот на чем было основано, что было обосновано компанией, да. У вас есть дилер? Окей. Вы с ним работаете 5 лет, вы с ним работаете 5 лет, ну хорошо. А на сколько вы продвинулись? То есть все 5 лет вы в одном торговом центре, в одном магазине и все, и больше никому не даете. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю весь Казахстан. То есть мы финансируем это, мы завозим склад, мы держим складские запасы и начинаем с кем-то работать на реализацию, с кем-то на отсрочку платежа, с кем-то на предоплату. То есть работав на отсрочку, понятно. Когда бренд работает с вами, он получает не только один магазин и одну торговую площадь, да. То есть вы занимаетесь маркетингом, вы занимаетесь продвижением, вы занимаетесь развитием, естественно увеличивается оборот и больше прибыли получает. При том, при всем, что мы не получаем поддержки от самой компании. То есть там рекламная продукция, все рекламное продвижение мы делаем за свой счет. А Янки Кэндалл не говорят, вот у вас там тоже есть блогеры, там инфлюзеры, пожалуйста, подарите вот тысячу свечей блогерам. Жалко. Пусть подумают над этим вопросом. Давайте поднимемся на второй этаж. Владельцы здания, они не рассчитывали на то, что мы возьмем два этажа сразу. И нам было предложено, вот есть общая лестница, то есть клиент выходит, поднимается на второй этаж. Что маловероятно. Что маловероятно, почему? Вот все мы, люди, да, мы немного ленивые. Вот я вышел на вход, у меня через два метра выход на улицу, но мне нужно либо подняться по лестнице на второй этаж, либо дождаться лифта и подняться. Вот это тоже не рекомендуется делать. Поэтому мы решили построить свою лестницу. Очень красивая лестница, пойдемте наверх, поднимемся. Она из мрамора. Да, это мрамор. То есть вам не жалко было, да? Ну, понимаете, не должно быть жалко. Понятие жалко, если исходить с такой точки зрения, то лучше вообще ничего не делать. Вы согласны с мнением, что не нужно бояться больших расходов, нужно бояться маленьких доходов? Согласен. Я же финансист по образованию. А, да? Да, поэтому я вам так скажу, 50% экономия не стоит того, чтобы о ней думать. Потому что вы не можете сэкономить. Как вы сэкономите? Уменьшитесь в аренде, площадь уменьшится. Нужно не экономить, нужно увеличивать продажи. Вот есть такая большая ошибка предпринимателей, да? Экономить на персонале. Мы не экономим. У нас нет ограничений в заработке. А ваши сотрудники получают процент с продаж? Да. Причем чистый. Каждый сотрудник... То есть продал люстру с этим процентом? Продал вот эту люстру, он уже знает, сколько он с нее заработает. Это турецкий бренд? Это турецкий бренд. С каждым брендом есть своя история. Вот с этим брендом у нас директор в Астане Азарина. Вот она долго верла переговоры. Я прилетел с Грузии в Астану напрямую. И она мне говорит, вот у меня сложности на определенной стадии возникли. Я говорю, какие? Она говорит, ну вот есть бренд, вот ведутся переговоры. Но я не могу там продавить на скидку. Бренд турецкий. Компания так-то называется. Я говорю, окей, пиши. С кем ты разговариваешь? С владельцем. Окей, пиши владельцу. Скажи, давайте на видеозвонок. На видеоконференцию выйдем. Через 30 минут мы выходим на видеоконференцию. А так как я 10,5 лет прожил и проучился в Турции. Вы начинаете говорить на турецком. Я начинаю с ним говорить на турецком. Он мне задает вопрос. Он был немного шокирован. Он мне задает вопрос. Говорит, откуда вы? Я говорю, с Казахстана. Он говорит, откуда турецкий такой? Я говорю, я в Турции учился. Где Мармара? Он говорит, а какой факультет? Я говорю, эконометрия. Он говорит, я в таком-то учился. Он говорит, у тебя какие года? И мы получается, что примерно в одни года... В одном университете учились? В одном университете, только в разных филиалах. Супер. В разных филиалах. Тут мы начинаем. У нас появляется разговор, дружба затеивается. Мы получаем свое. Они получают свое. И мы вылетаем в Турцию. И таким образом появляется новый бренд. Мы полетели, посмотрели. Мы всегда... Вот моя точка зрения такая. Чем работать со всеми и потом отвечать за всех? Лучше работать с проверенными, потому что это все-таки наше имя. Вот каждый выбирает же под себя. Да. Мне нравится Гарда, что они, получается, российская компания, да? Да. У них очень смелые, яркие, центральные решения. То есть они знают четко, что нужно рыбам. Вы знаете, это тоже очень сложная работа. Потому что быть законодателями моды, да, есть определенные факторы риска. Ты запускаешь продукт. Ты не можешь запустить один, допустим, производство диванов. Вот вы же не можете один начать продавать, там, и как это будет? Да. Вам нужно запустить определенную линейку. Вам нужно иметь определенный сток. И только потом вы получаете обратную связь. Начало продаваться или это все осталось? Здесь посудой, я смотрю. Посудой мы пробовали заниматься. Вот это тоже было мое желание. Но в итоге я понял, что чтобы заниматься посудой, нужно открывать большой отдел. Сколько вы вложили в этот магазин? Если говорить открыто, 60 миллионов. Ужас. Просто на ремонт. Это только ремонт. А зачем? Создать. То есть 60 миллионов в тенге? Да. В арендованное помещение? Важно не только сдать в аренду, правильно? Но и сдать правильному человеку. То есть тот, который будет долгосрочно и своевременно платить. Вот стол тоже Турция. Очень красивый стол. А мне вот интересно, Исмейл, вы уже 10 лет занимаетесь своим бизнесом, да? То есть кем вы себя видите через 20 лет? Где вы себя видите? Каким вы видите в свой бизнес? Сложно сказать. Вообще есть желание в ресторанный бизнес. Ну, не масштабный. Вы могли бы здесь открыть вашу полную ресторан? Учитывая, сколько вы сюда вложили, и учитывая, что у вас здесь все есть, только кухня открыть, и все. Немасштабный. Что-то небольшое, но хорошего качества. А есть мечта открыть свой магазин, свои магазины, сеть в России, не знаю, в Китае, в Европе? То есть вы же уже в этом бизнесе 10 лет, вы знаете все нюансы, вы эксклюзивный представитель многих там брендов. Я в этом году был за границей, уже смотрел площадь. То есть уже есть такие мысли? Есть мысли. Уже смотрел площадь, анализировал рынок, есть идеи. Многие бизнесмены, которые живут, например, в Нурсултане, жалуются на то, что у людей мало, покупательская способность такая ограниченная. Но вы при этом, имея огромный магазин в Тулфаре, то есть еще 60 миллионов сеги вложили там в новый шоурум. То есть хотя многие думают, что зачем, да? Одни и те же люди ходят по одним и тем же магазинам. Вы знаете, нет, но вот идея с левым берегом тоже была спонтанна. Я вылетел с Алматы для встречи со строительными бригадами, подрядами для ремонта в Тулфаре. И когда я прилетел в Астану, вот самолет, на тот момент не было интернета. Сейчас в некоторых бортах есть. Нет интернета, нет связи, есть время подумать. В тишине и спокойствии. Вот пока я летел... Ровно полтора часа. Вот эти полтора часа были решающими. Вот пока я прилетел, я приехал в Тулфар, и когда мне директор сказала, что у нас после обеда уже назначены встречи, я сказал, знаешь, у меня есть идея. Мы выехали и приехали на левый берег. То есть вы решили не делать ремонт в Тулфаре, а вложить в новое помещение? Во-первых, локация. То есть в Астане, в Нур-Султане, да? Я еще не привык. В Нур-Султане более миллиона человек населения. То есть это же все математический расчет. Миллион, мы примерно можем рассчитать потенциал покупателей. И когда ты его рассчитываешь, ты понимаешь, что все люди не пойдут в Тулфар. Есть категория людей, которые не ходят в торговый центр. Было принято решение открыть отдельно стоящее здание. И мой последний вопрос. Как вы думаете, в чем главный секрет именно вашего успеха? В любви к работе. 60 перелетов в год, курировать 8 стран, 6 магазинов. Есть еще дистрибьюция по ароматам. Помимо этого, мы представляем несколько итальянских фабрик, эксклюзивно на территории Казахстана. Я думаю, только любовь. Я желаю вам удачи. Спасибо большое, что вы рассказали достаточно так откровенно, полноценно обо всем. И пусть у вас будет еще больше эксклюзивных прав. И еще больше магазинов у нас в Ивовстане. Спасибо большое, Дина. Спасибо.